Доброе утро, друзья! Точнее, добрый день! Я вышел на море, на этот прекрасный безлюдный берег. Теперь здесь нет никого. Сегодня... Ну, сейчас вообще утро стало у нас прохладное. Оно стало у нас сейчас где-то градусов 13-12 утром. Ну, для вас это, многих, конечно же, будет как бы нормально, тепло, но для меня уже как бы прохладно. Вот. И днем температура достигает 22, ну, максимум даже до 25, обещаю, 24 градуса. Ну, вы видите, что я одет в куртке, да? То есть ветер здесь весьма поганая штука. Ну, что ж, покажу вам берег. Что у нас на переднем плане? Вот так вот медуза превращается вот в такой кисель. Трафарет, так скажем. Вот. Сейчас я хорошо... Один я пряжку... Вот ее трафаретик на песке. Вот один из таких дней, когда у меня будет свободный, друзья. Я сейчас просто весьма занят. Я все-таки это, наверное, пойду так, так будет вам видно, наверное, море. А может быть, вперед, сейчас посмотрим. Возьму в один из прекрасных таких дней... Кирпичи такие вот, видите? Под водой видны хорошо. Сап-борд. Конечно, боязно, что ты упадешь в воду, но я уж постараюсь одеться так, чтобы потом быстро переодеться, если такое случится. Вот. Ну, не буду на себя, конечно, куртку одевать. Но в любом случае надену что-нибудь такое. Чтобы быстро заменить. Если вдруг я упаду, я хочу прокатиться на такой-то глади. Пусть будет ветерок небольшой. Но прям хочется на сапе поплавать. Походить, так сказать, по воде. Вот и закончилось лето. Честно говоря, друзья, оно для меня пролетело. Вот, честно говорю. Вот, просто как-то так быстро все произошло. Возможно, что просто наполнен был наполнен был период летний очень многими деталями, которые я ремонтировал дом. Очень много сделано для дома. И стену мы заменили, окно мы поставили. Вот сейчас еще осталось на кухне там одно окно заменить. Но это мелочи. Самое фундаментальное, это, конечно, было главное окно в доме и опора стены. И с музыкой очень много. С моей профессиональной деятельностью произошло изменение. И настройка всего оборудования, оно улучшилось. Я могу профессионально писать уже голос, потом с постобработками различными, которыми делал раньше, но это было все на любительском уровне. Сейчас у меня есть все для того, чтобы это делать профессионально. Потом сейчас покажу медузу. Здесь такая медуза. А дудо плохо, что у меня нету экшн-камеры, друзья, конечно. На мониторе камеры очень трудно поймать объект в цель, если он имеет слабые такие характеристики. Вот, ушла она. Это вот с ободком медуза. Но говорят, что там есть медуза с щупальцами, она якобы синими. Она вот обжигает, а это якобы нет. Ну, я видел репортаж, где вот именно медуза с ободком делает ожог. Это в Анапе был репортаж и показали вот именно этих медуз. Никогда не пробовал на себе и не хочу, конечно, испытывать такое счастье. Так, ну что ж, теперь пойдем в обратную сторону. Вы видите, что на пляже между Ешиловкой и Есенкой никого нет. Вот, даже можно было бы и коптерные съемки сделать красивые. Но лучше всего получились бы, конечно, съемки на Сапе с помощью экшн-камеры. Потому что можно было бы отплыть и тихонечко двигаться. Вот сегодня ветер вот такой вот туда идет, на Шиловку. И очень можно было бы спокойно плыть на Сапе, даже почти не работая веслом вдоль этого берега. Хоть до самой Шиловки. КОНЕЦ 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 Вот такие, собственно говоря, релаксирующие моменты, друзья. Хочу показать вам, что, как тут поживает пляж, трава, которая у нас здесь уже высохла, подсохла. Вот здесь останавливались туристы. Остались песочные ямы. Вот такая вот природа. Автомобиль мой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok